Всем привет, мои хорошие! Начинаем новый влог про новиночки Фоберлик. Сейчас расскажу, что уже попробовала, что будем пробовать с вами вместе. Итак, поехали! Помыла волосы сейчас вот этим шампунем Алоэ. Запах девочки изумительный, просто изумительный. На лице, кстати, тоже гелевая маска голубая, Фоберлик, артикул 29.15. И что хочу сказать, я очень удивилась. Ну, во-первых, он очень густой. Я вам уже в обзоре заказов показывала. Он прям густой-густой, он очень хорошо пенится. Несмотря на то, что на нем написано сколько процентов, 95% натурального происхождения ингредиентов, да. Несмотря на это, он очень круто пенится. Вот очень круто. Его немного совсем надо. И промывает до скрипа. Мне кажется, от него будет нереальный блеск волос. Почему? Я понимаю это, да. Ну, во-первых, не спутывает волосы. Тоже был шок. Потому что натуральные шампуни мои жены и волосы спутывают, скажем так. Нет, не спутывают. СЛС, парабены, я не знаю, здесь есть силиконы. Пишут они об этом. Состав вода, содиум-лоурез-сульфат, хлорид, содиум-лоурез-сульфат. Так. Сок какой-то, в общем. Здесь нет отметки, что нет СЛС и так далее. Ее здесь нет. Ну и ладно, мне это не принципиально. Шесть месяцев он может быть открытый. Это у нас шампунь с вами восстановление. С живительным концентрированным соком оно и мягко очищает волосы и кожу головы. Прекрасно увлажняет, предотвращает пересушивание, потеря жизненной силы. Улучшение состояния поврежденных волос. Вот да, слушайте, девчонки, вот да, пока пенится хорошо, не спутывает. И когда я начинала смывать шампунь с волос, я ни бальзам, ни маску, ничего не наносила. Я хочу провести чистоту эксперимента, посмотреть, как волосы выглядят просто после шампуня. Так давно не делала, потому что волосы все-таки сухие, им нужно дополнительное питание. Волосы, когда начала смывать, они жестковатые, естественно, потому что они у меня пересушенные, да? Но не такие, как после других шампуней, слушайте. Нет, есть шампунь, который прям вообще обилие силиконов, там, класс. А тут нет. Вот какой-то другой эффект и эффект до скрипа. Когда смывала шампунь, до волос дотрагиваешься, они скрипят. То есть промывают просто восхитительно. Они скрипят и чувствуется, что волос как-то плотнее, что ли. Интересный эффект очень, мне понравилось пока. Одушка великолепная, зеленая, с вот этим привкусом, алоэ привкусом, да? Пока очень понравилось. Вот потом посушу тогда и расскажу вам. И потом уже в следующий раз протестируем с вами другой шампунь. Ну что, девчонки, волосы высохли естественным путем. У меня шок, если честно. Но вы блеск видите? Да, хотя обычно вот такой цвет волос, на нем блеск очень тяжело видеть. Они блестят, они плотненькие, они объемные. И вот они высохли естественным путем, они лежат хорошо. Даже кончики, они еще суховаты. У меня где-то вот столько еще, наверное, сухости на волосах. Все остальное здоровое. Вот столько еще. И они у меня бывают, ну, закручиваются все равно в другую сторону. А тут не закрутились. Поэтому я прям, я прям рада. Слушайте, очень классный шампунь. Мне понравился безумно. Буду пробовать дальше. Будем крапивный с вами в следующий раз пробовать. А пока я даже их не расчесывала еще. Вот они у меня высохли как бы и все. Класс. Блестят. Более-менее, ну, как бы здоровый вид, да? Здорово. Потрясающе. Ни одной не смывашки. Я обычно себе вот так на кончики наношу очень много либо сыворотки, либо крема какого-нибудь, потому что они сухие. А тут нет, смотрите, даже кончики блестят сухие. Здорово. Понравился. Ну что, девочки, я спробовала второй шампунь. Сейчас расскажу. Это у нас с вами крапива. Тоже густой. Тоже классно пахнет. Есть одушка крапивы такая травянистая. Она чувствуется. Но она немножко приглушена какой-то косметической одушкой. Артикул 29.14. И что хочу сказать. У меня волосы прям после крапивы были как солома, честно. Не то, что прям вот совсем как солома, но кончикам однозначно требовалось волосы высохли, естественно, путем питания. То есть запутывает он мои волосы, то ли уже после второго применения натурального, более-менее натурального шампуня у меня силиконы все вымылись, то ли это вот такой шампунь. Он у нас с вами заявлен как укрепление. Если алоэ восстановление, этот заявлен как укрепление. Волос густой, волос такой упругий. Все в этом плане отлично. Он мне тоже понравился, но после него обязательно нужно масочку, бальзам или несмывашку. Я ни маску, ни бальзам не использовала. Мне хотелось как алоэ его проверить. И когда волосы из полотенца высунула, грубо говоря, они были вот прям фух, одуван. Поэтому нанесла крем на кончике и более-менее вот так вот нормально. Вывод какой напрашивается, да? Алоэ подходит тем, у кого волосы крашеные, поврежденные, сухие, ломкие. Крапиву я бы вот больше рекомендовала тем, у кого есть жирность. У кого волосы натуральные, не сухие, у кого быстро пачкаются и так далее. Вот пока у меня такое сложилось мнение. Я буду дальше пользоваться ими. В следующий раз опять помою алоэ и посмотрю. Может быть это правда силиконовые мылись. Но как-то вот алоэ мне больше понравился. Больше. Для моих волос он подошел гораздо больше. Девчонки, что хотела сказать еще по поводу шампуня с крапивой. Определенно волосы от него дольше чистые. Поэтому у кого жирнятся быстро корни, смело берите. Так, сейчас расскажу про средства для ногтей. Смотрите, вот это масло с монардой и витамином Е очень классное. Ну это прям масло, это прям масло. Оно не сразу впитывается, очень хорошо увлажняет кутикулу, питает ноготочки. Все отлично, пользуюсь. А вот это средство сушка прям поразил. Так я не знаю, здесь артикулы есть. На флакончиках, а вот, наверное, 67, на вот этот бери, 67,34. А сушка у нас с вами 67,35. Вообще прикольная вещь. Сейчас объясню почему. Я нанесла на ногти кальциевый щит, да, и он как лак, естественно, сохнет. Но очень быстро сам по себе. Но я сразу как нанесла, нанесла по капельке вот сюда, вот возле кутикулы, на каждый ноготочек. И начала пальчиками разносить по кутикуле, и на ноготь масло попадало. И представляете, вот сразу моментально высох щит. Поэтому я очень удивлена. Я буду пробовать на лаке немножко попозже. К Новому году с Ксюшкой мы же сделаем маникюр, попробуем с вами все наклеечки новогодние. Крестюша буянит. Вот, да, да, упала. Поэтому мне очень понравился. Вот кальциевый щит, он моментально с ним высох. И что хочу сказать, от него не остается никакой масляный след. Хотя здесь у нас тоже масла в составе. То есть вот его на ноготочек наносишь, начинаешь распределять, а хоп, его уже нет, она впиталась. Очень интересное средство, понравилось. И тем и тем активно пользуюсь, поэтому рекомендовать могу смело. По поводу водолазки, кстати, девочки спрашивали, растягивается, не растягивается. Вот я ее ношу неделю, еще не стирала. И пока все нормально в носке. То есть она как была, так она и есть. Но очень комфортная, она свободная, все здорово, все отлично. Потом в обзоре каталога или чуть позже, ну конечно, дополню свой отзыв, расскажу, как она в носке. Так, а сейчас мы с вами пойдем тестировать термос на момент сберегания тепла. Девочки писали некоторые, что пользуются термосами прошлогодними от Фаберлик. И они несколько часов держат. Ну и в принципе, ну пара часов. Достаточно. Хотя лучше побольше, потому что, скорее всего, она, наверное, будет с утра его брать с собой в школу. А уже там на катке пить. Потому что тренировка после школы. Нет, мне нужно на подольше. В общем, сейчас пойдем тестировать. С вами так здорово открывается. Мы защелку вниз отпускаем. Нажимаем на кнопочку. Типонько. И открылся. Вот сейчас мы все с вами открутим, чтобы залить кипяток. Я не откручивала. Вот такой он. Внутри и снаружи. Это тоже, не знаю, крашеный металл. Да, это не наклейка, ничего. Это краска на металле получается, судя по всему. Вот. И крышечка хорошо просиликонена. Вот прям хорошо. Тианик вскипел. Наливаем кипяток. Не до самого края. Да, вот так. Закрываю, поставлю на балкон. Там прохладно. Ну и по термосу. Он простоял у нас до глубокого вечера. То есть часов 8. И вода в нем еще была горячая. Поэтому очень удивлена, приятно. Классно, супер. Девочки писали, что хорошо держит. Но я не думала, все-таки он такой тоненький. Я мы как бы в термосах-то понимаем. Муж всегда берет с собой на работу. Покупаю уже много разных. Я вот думала, что нет. Он час-два максимум будет держать. Нет. Мы легли спать. Еще вода в термосе была горячая. Я проверяла несколько раз в течение дня. То есть часов 8 держит. Вообще класс. Нет, мороз, конечно, посильнее. Наверное, поменьше. Но, тем не менее, это хороший результат. Наутро уже я его убрала с балкона. В нем уже была вода холодная. То есть это, считай, сутки прошли. Поэтому термосом довольно вообще супер. Тестируем соль с пеной для ванны. Лавли Моменс. Так, артикул 2946. У нас здесь состав с вами. Можно 50, а можно 100 грамм. Здесь в пакетике 100 грамм. Мы будем целиком. Так, где состав-то? Непонятно. Но я уже читала. Там соль и что-то еще. Вот хоть убейте, не вижу состав. А, вот оно тут, вверху. Состав. Содиум хлорид. Содиум аэрольсульфат. Те-те-ре-тере. Магнезия. Кальция хлорид. В общем, вот как-то так. И здесь у нас отдушка. Ягодная, по-моему. Да. Ягодная. Приятная ягодная. Не слишком приторная. С кисленькими даже какими-то ягодками. Давайте смотреть. Так, ну, она слегка. Ну, никак, бомбочка. Нет, расходится в воде, конечно. Такого прям шипения нет. Это естественно, да? Вот весь пакет высыпали. Так, и сейчас будем проверять. Теперь включать воду, будет ли пена. Сейчас посмотрим. А, ну, пока есть. Вот начинается пеница. Запах приятный, да, Ксюш? В общем-то, пены не ждите. От этой соли ее нет. Ну, а вот как соль, да. Легкий такой ароматик. А пены нет. Уже полная ванна. И вот все, что есть от пены. Попробовали вчера с Ксюшкой вот этот шампунь. На себе чуть попозже попробую. Тоже расскажу. Ну, обычный шампунь, девчонки, с ярко выраженным ароматом. Аромат классный. Мне понравился домашний джем. Чем это пахнет? Чем пахнет домашний джем? Он ярко действительно выражен. Пахнет он ягодками. Ягодками, даже с кислинкой, непритерными. Хороший аромат такой. Не скажу, что притерный. Прям классный. Волосы промывает хорошо. Пенится хорошо. Достаточно густой. Но как бальзам, конечно, нет. Нет. Ну, допустим, Ксюшкины волосы мы вчера промывали очень долго. И долго потом расчесывали. То есть как бальзам он нет, не работает. Блеск есть. Натуральность волос такая вот, пышность тоже есть. Но расчесывание не облегчил он нам. Я на себе еще попробую обязательно и потом вам расскажу. Или пост в Дзене напишу. Ссылка для регистрации Фиберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться. Всех люблю. Целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok